так сегодня у нас 21 января ну чё вот сколько раз говорили что на весь мир этот сегодня у нас 21 января 2020 года вторник я хочу вчера мне поговорить ты утром была у нас вчера молилась утром с нами почему-то еще не сказала что тебе куда-то надо идти в город я не думаю уже 12 часов к 11 у меня решение пришло что нужно погромче говоришь и хорошо слышал мне срочно нужно было отремонтировать телефон я надеялась что мне кто-то поможет а никого не было я пошла сама понимаешь сколько здесь самость я тебе говорил не ходить никуда один раз в неделю только на машине тебе все время плохо ты по храму не можешь идти даже тебя подальки ведут да с кострелем еще совсем никудышная и вдруг не пошла поволоклась здоровье сразу у тебя и ты пошла в город зачем я ничего не знаю я сижу здесь нужда нет своим умом решаешь все ты не одна мы все в связке находимся здесь ушла где-то занимаешься о чем молиться ничего не знаю ладно ли это не ладно не ладно ты знаешь мой порядок ты со мной живешь уже 50 ну минимум 54 года да не живу рядом с тобой я ты не перебивай только меня пока попытайся удержать ты меня знаешь что я всегда всем говорю если вы ко мне пришли и у вас какая-то нужда время распределяете так чтобы вы успели вернуться домой и солнечный луч хватил вас дома на крыце не просто прийти домой а при солнечном свете ты это слышал от меня я слышал и знаешь а если кто-то бывало что-то с ним случилось и он у меня остался тут заговорили всегда там узнал от меня уже не выходит я вот запираю у меня дома даю место ночью ибо опасно это знала ты знаешь как алексей егорович матюшин у меня ночевал когда-то был и что-то мы не знаю чем теперь сделали за ним и он решил идти а уже видно что он при солнечном свете не успеет до дому дойти он там масло комбината где-то был я пойду ничего не будет ореша останься пошел я прошу алёша останься утром алёша нету к вечеру являются не доходя до дома его останавливают убийцы раздевает и и он плакал просил и ничего не было он яблоки от меня взял я угостил и все тот который был пнул его яблоком этим залимонил там забор где-то и руки морать не стали просто отпустили разделе теперь пришел а вот я думал думать не надо меня правило есть ты знаешь мы жили около железной дороги рядом поезда туда и сюда останавливаются я говорил если поезд перерезал путь к нам то обойти его с той стороны или с другой или дождаться когда уйдет этот поезд он останавливается ждет там встречи это или найти где переходной у вагона бывает лесенка заходишь там как конбурочек перейти три варианта ты это слышала я выдавал свидетельство что они расписались книжечки маленькие давал ты знаешь у нас там мастером работала женщина она куда торопилась никто не знает но и ногу отрезал выше колена она молодая такая осталась пока мы там жили ты знаешь наша соседка там ходила здоровая такая то она полезно здорово это ее потом лопатами собирали по всей дороге ну правило то мои то сохранение вашей жизни вот я сколько там жил 26 лет ни разу я не перелез или обойду или дождусь или перри переходному мостику зайду вы воюете против меня а это не надо делать то что я вам говорю это на пользу вам мало того с ребятишками перелазили под поездом а фонарь который останавливает светофор красный то от нас он отстоит но не больше как метров четыреста триста а то и меньше значит перед обойти то совсем не так и далеко сколько зарезал людей я не знаю но по моим подсчетам пока мы жили там около 13 человек ты знаешь это жила рядом пошла ведро она то это сама кинулась вот сам со мной костенко работал одно ведро осталось значит ты явно пошла на нарушение зачем и 1 как ты там идешь ты же знаешь еще жили мы на второй строительной и у тебя уже какие-то припадки были ты мне плохо стало я потеряла сознание в электричке ехала и вывода никаких не сделала одна ходишь тебе одной нигде нельзя появляться если за тобой заезжает татьяна и помогает я сказал один раз в неделю у нее своя жизнь ну нельзя вешаться на человека вот мне галя звонит крайне нужда мы все это обговариваем все 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 и один раз в месяц допустим для чего да там обман у меня по телефону идет билайн я тут не расслышу и что-то такое получить или пришла посылка из-за бежать который я не прикасаюсь чтобы она я получила она в руки и берет и поехали домой чтобы не возить мои правила тебе не нравится ты живешь без правил ты вздумала телефон а то что мои слова разве неужели телефон никому не звоню не не звоню каждый день проверяю снимают с меня или нет не звоню мы одинаково с тобой в одинаковом положении в одном возрасте почти что в одном месте живем у тебя дел там меньше в городе чем у меня сколько назначает встреч где никому не звоню никому если надо потеряйки было я договариваюсь кто-то звонит а я ему потом деньги дам 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 конечно больше больше может быть раз в десять но это крайний случай застряла машина мы ехали и нельзя по-другому вызвать надо сейчас ехала там лады щука то елена то и застряли и мне нужно было вообще звонить уже никак тут тогда и пришлось позвонить дальше дома я запираюсь если кто-то остался здесь у тебя остаются я запрусь а у меня надо было идете разворачивать и ты провожаешь а иногда и так вышел человек один калитка открыта я-то закрыл ее завязал еще подобного она раскрыта почему у тебя правил нету они у тебя сидят но и сиди идет уже в потемках выходит в потемках то есть такое нарушение никуда не годится во первых я не выхожу ты не знаешь сколько мой адрес угроз и зачем это делать зачем если раньше когда было еще до евангелия я ходил ночью бывало один где-то иду иду я все способы знал как защититься я занимаюсь текстов бокса стрельбы я иду у меня всегда здесь вот держу за основание в рукаве нож нож я вас сразу выкидываю не я боялся меня боялись я никого не тронул ни одного человека не тронул но я знал что такое защита евангелия не было я думал это я правильно делаю ну по православному правильно и любой скажет так раз нападали было такое с тех пор я завел эти правила вчера тебя нету стемнялась нету звонишь володе володя теперь что должен я говорила я ничего не могу сказать делай как хочешь я его не опускаю я ему наказываю ты на работе кончай раньше чтобы за светло пришел ну ты знаешь сколько шла людмила степана на ее агло агло ушел там обобрал вырвал сумку и удрал ну ладно тут милиция подоспели поймали тут приходили разбирались она была здесь дак она шла молиться шла когда народ шел вы идете когда никого нету вечером когда все только сидят тут у телевизоров у интернета володя уходит а володя это моя половина вторая одна ты другая вон меня-то и нету тут он должен теперь пойти а он какой какой он меня ниже ростом он и открывает я сижу тут занимаюсь я дверь не запираю что не слышу открыта калитка и дверь вот рядом соседка прям рядом ты знаешь в метропамят от пошел за хлебом приходит домой но рядом тут магазин то приходит она зарезанная лежит у меня все закрыто все открывает он эту дверь открывает задвижку там там ты разблокировал нас вчера для мира разблокировала и он ушел около часу был где застыл он и так-то со сопливить что и ты его угнала туда и он там на остановке стоит тебя нету ты этого не знаешь теперь мне здесь я сижу оборачиваюсь опять от компьютера опять обернусь назад зашли кто чужой зашел я ничего не слышу я с глазом простудил наверное у меня гноится и глаз я она надета я покажу сейчас тебя я распор медовый сделал и сижу вот так вот а вот так и здесь ты помогла там какие-то вату или что-то дала нарезала то я в это время головой как сижу мне зачем это нужно я обхожусь как-то тем что у меня есть ты вмешивайся в наши ресурсы ты второго погнала опасности подвергла его он один идет какой он где а сейчас воруют люди в милиции там мужчины разные нужны рабы в разных регионах россии огрели его в машине и все он пришел домой только через семь лет ни жены ни квартиры нету он шел на работу со всеми какие-то кавказской внешности люди подожди мы купили вот не можем затянуть шифонер большой помоги он зашел машина закрылась теперь начнется там уже в цепях сидит да ладно мужика схватила тему бежать не суда а бежать к турцию и там около границы обошел и вернулся здесь пришел квартира тут ничего нигде нету его никто не ждет его нету и меня поставил это ты делаешь сознательно ты не в дурдоме сидишь здесь зачем когда-то утром была здесь ничего тебя не возникало не обсудили пошла и все в окно стучит я не пойму кто стучит я голубей кормлю они дерутся на окне я подумал крыльями стучат все время я заглядываю тут посмотрел не могу подняться что шторку открыл эту не шторку а тюлевую занавеску иди куда пошла ну и что я должен делать разворачивать тебя не развернешь понять жесты тут и не видно ты подумай за день день сколько ты нам вопросов задала на которые я ответить могу только одно неправильно это неправильно не ты голова я я голова и поэтому я должен принять какие-то меры тебя не один не удержать это все отлично знаешь и делаешь свое и кое-кое как он пришел и гляжу я тебя открою посмотрю когда заходишь там я все заснял это когда потому что я сидел здесь и ждал на эту дверь сюда мне еще я заснул ты знаешь поскольку я встаю в первом часу во втором и сегодня уже не прилег а почему то он половину работу у меня взял все делает каждый день вечером ставить от 30 до 50 роликов еще один человек у нас находится почти уже 14 человек у нас работают я молил дай бог господи советников помощников наставников и господь слышит молитва и отвечает вот у меня здесь в этой комнате где мы сидим егоренка надежда павловна она была как эконом смотритель здесь была она у меня здесь все нормально служба кончилась уже темно я забил ее сюда и поговорил с ней горит останься ночевать да нет я домой пойду ну зачем домой идти когда утром идти опять сюда на службу дело в субботу было нет я пойду надежда и город не ходи она нормальная женщина совершенно она пошла утром ее нету почему нету у нее два сына милиционеры как они отнесутся к этим а она стояла на остановке скользко снежок и она упала упала повредила руку и это пошло у ней на нее рак груди и рак половины здесь и она умерла с лёши заметь я если говорю останавливает вы прислушайтесь вот два человека которые у меня были в это время не опускал его был в смертельной опасности суть то какая значит вывод сделать какой какой ты вывод делаешь я тебя хочу услышать что ты из этого ведешь какое ты даешь обещание и выполнять чтобы обязательно и тогда нет значит тогда я ввожу определенный регламент что не ходить одной никуда да никакой нежды нет и пошла доказательства то что не надо было идти никого нигде и нету нужда была и при том большая нужда почему ты если ничего нету почему ты не вернулась днем ты же до обеда ушла я когда прошли пришла зашла к веке было пять часов пять часов уже начинается к шести уже темнеть и я говорю я домой не дойду засветло поэтому позвонила тебе чтобы ты раньше говорил что если где темнота тебя застанет там оставается ночевать где-то ночевала потом по этому услугу я у вики была где у кого ночевала ты чтобы я тебе давно раньше было так что у кого-то ночевала никитиной у варить и со своей простыни у тебя укладывать тебя понятия не что ты люди это другое у ячейка другая зачем тебе ночевать там зачем я у вали конёвы сколько вали конёвы это как ты не то что наш человека семейный вали конёв она точно такая же наш отец не знал как у когда она была в воронцовке провожает и она говорит тихо дмитриевич я домой поехала подкачивать а наша мать она никогда не шлялась по чужим дворам понимает сюда получила она и она приехала и рассказывает и смеется ты до пяти часов то зачем тянула то когда ничего нет то узнала сделала неправильно дождалась а теперь ночевать на это никогда не даю благословения зачем нужно людям мешать потому что ты и я это одно я нигде не ночевал за всю жизнь ни разу ни разу а почему правила строгие я должен вернуться солдату дали вот на сколько-то а он не вернулся вовремя гофтвахта а у нас был один на гофтвахту а ему ведут на горный подгорный фамилия его а пуговица в армии сейчас расстегнут а там был застегни а что ты мне указываешь я сказал застегни пуговку да пошел ты со своей пуговкой его сразу остановили подошел капитану смотрю он как разговаривает я говорю застегни пуговку а еще вы командуете мной так на гофтвахту мы завтра с ним начали разговаривать он да пошли бы то есть его уже зацепило он не знает под трибунал а военный трибунал это не гражданский там никаких тебе защитников никого нету ему ахнули по полной теперь бы он эти пуговки все бы день и ночь вылизывал жевал их дел но уже ничего нельзя было сделать я из армии вернулся он все еще там где-то пашет нам нужно такое железное ярмо ну сказали все почему я не расстегиваюсь меня расстегну и пуговку ни один не видел а ты попробуй володю устиного заставь и вот так воротник вот развернутый сейчас вот где-то жириновский даже галстук затянутый если только он вот так это галстука снял он вот так вот стоит ну что это хорошо я спрашиваю гаврила зачем ты так работаешь но это порядок такой чтобы кто покупатели в магазине работают в вашем магазине чтобы видели что я простой доступный ну какой то про доступно то видно что ты небрежный ты не подтянутый значит с вами дело нельзя иметь вы все вывернули наоборот видишь простыла ты вчера и володя сколько стоял я говорю сильно простыл да есть стоял там стоял ждал и ждал и ждал я у кондуктора спросил он говорит вот так и до базара довезли меня зачем тебе это все ты бы не шадила то дальше ночевать надо солнце закатилась кондуктор это все идет уже то что это твое придумано не ходила сидела ни одного вопроса дома то хорошо как всем раз помолиться ты не помолилась тебе некогда было ты лестовочку в руки не взяла а мне пришлось 7 раз как всегда не 7 на 9 раз в день стать на молитву по 100 поклонов и ты тут нужна ты дома выйду воробьев кормить замок висеть нету я тебе вчера проверял что ты придешь пять раз примерно значит так я снова повторяю никуда не ходить одной вообще категорически запрещаю тебе сразу вокруг тебя под руки стаканы воды несут и прочее я не верю что это физическая болезнь это духовная это не я говорю о врач игнать и врач не говорит так он говорит а не когда ел с ним разговаривать а тогда никогда не говорил так тебе не надо говорить спрашиваем когда он говорил мне а у меня врачи он да Bus out об этом не ну здоровый ты здоровый не большая у меня внутри болезни все написано в истории болезни какие блага Ultimate原 нормально сейчас а сейчас только выйдешь два дня и Это уже десятки лет. Ну неправда, Игнатий, ну не так. Еще неправда. Объясни, еще неправда. Ты потому что все время преувеличиваешь. Ну я преувеличиваю. Не два дня, а два с половиной. Еще из этого изменится. Да нет. Ты говоришь, я вот сказал, и ты сразу заболела. Да ты не сказал, а когда ты начинаешь... Я уже болею с тех пор, с тех пор болею, как на стройке поработала, и у меня какие болезни были. Ну сейчас остановись. Такой болезни не может быть, чтобы она не давала тебе духовно расти. Сразу дверь хлопнула, пошла, остановись. Да нет, Игнатий, не хлопала дверьми. Это один раз всего было. Ну ладно, не было, не было. Прости, не было. Сама дверь, ты уходишь, она сама бьет по кастикам. Ну не было этого. Так ты как кричишь на меня все время, аж до вокзала, слышно? Я так и думаю, когда же нам бросишься. Такие крики, что вообще невозможно. Остановись. Я думаю, сейчас кинется на меня, начнет кусать. То есть какое же у тебя покаяние это? Ты сразу в ярости на меня бросаешься. И ты не уйдешь, пока на меня... Ярости. Попробуй сейчас вот... У меня ну нет ярости, Игнатий. Я спокойно говорю. Еще раз говорю, попробуй сейчас вот мы будем говорить еще минут пять. Попробуй ни одного слова в ответ не сказать. Не получится. Со злобой, с такой, сразу как всегда пошла. И тебя раскусывает. Никогда злобой нет. Я говорю, пять минут помолщать. Пять минут. Пять минут прошу помолщать. Ну а зачем преувеличиваешь ты всегда? Ну преувеличиваешь. На весь мир преувеличиваешь. Ну остановись. Пять минут. Всего пять минут. Ты понимаешь, ты бесконтрольная, необузданная. Пять минут прошу только помолщать. И все равно срываешься. И уходишь всегда со злобой И не остановить Опять рваного Я прошу, специально говорю тебе Ты почувствовала, что в тебе что-то есть внутри Это одержимость бесовская Это не просто так Но остановись сейчас Ты не руководишь языком Следователь, тебе не надо раскручивать Он только слово одно сказал И ты дальше понеслась небитая Ты ни одного дня в монастыре не жила Ни в армии, ни в тюрьме, нигде А Господь Избранных своих Он переливает из сосуда в сосуд Как страну Израиль Как Иосифа То в яму его, там в тюрьму И наконец премьер-министром стал Ты нигде не... По-твоему, все Я тебе говорю Никогда, ни разу по добру дело не кончалось Все со злобой заканчивалось Неправда Хочется под руки, но буркнет Ну попробуй пять минут ни одного звука не издать Неправда Вот это и есть Епископ тут или кто-то Ты ни при ком не умолчишь Обязательно Даже архиерея наша Достала она меня Не знает куда спрятаться Зачем же оговариваться? Ну неправда Батюшка говорит это, а ты говоришь неправда И батюшка неправда Ну остановись Пять минут, ты слышишь, я прошу Ты же не можешь У тебя есть зубы железные Ты могла бы задержать Не можешь, он тебя рвет Изнутри И поэтому ты ходила и будешь ходить Значит так Или ты подчиняешься так Или Ты сама знаешь Господь будет тебя запирать Я прошу нигде одной не появляться Не ходить Ты даже до храма не можешь дойти А дошла, да По коридору тебя выводят Тем более знаешь По старшески тебе Надо там пойти куда-то И проще Я говорю это для тебя Ты меня поняла? Ты собой не руководишь совершенно Пять минут просить тебя И в это время Сказать о тебе Не в положительном Это бесполезное дело Абсолютно всегда одинаково Ты ведешь себя И как бы я ни просил Не умолял Даже Ну что бы ты желаешь Сказал Все тебе будет Но попробуй пять минут молчать Не тут-то было Люди Собрание И все сидят Голову опустят И смеются Даже говорю не о тебе О ком-то А ты сразу выскочил И Руками только взмахнул Люди-то видят все Вот сейчас мне Написали Пошли на Крещение И Добунов Командует А почему его жена Не идет на благовестие? Что? Особый род людей у вас есть? Избранные ваши? И дальше Почему она на собрании Не присутствует? Это пишут в интернете В безмолвии Я прошу безмолвия Не целый день А пять минут И не могу добиться В безмолвии А дальше Учить Жене не позволяю Учить А ты поносить начинаешь А всегда Неправда Ложь Даже если бы так Ты не должна И даже в мыслях допускать Я тебе не раз говорил Хорошему чеченцу Тебя на выправку На неделю бы Как шелковая ходила бы С тобой разговаривать Там никто не будет Они умеют их держать в руках Вот здесь бросил Алиментов нету А усатая пишет Там поймают Говорит В Европе Привезут Туда Откуда пришел И там тебя на площади Будут так порочить Лохмо тебе шкура будет висеть И будешь кормить детей Будешь работать От элементов не бегают Почему? У них дисциплина Дисциплина Я тебе это говорю на добро Нарушение сделала ты Обоих разблокировала Он тебя ждет И тоже на меня Со злыми глазами Бросаешься и кусаешь Даже сейчас В таком положении Даже еще старое Не подсохло И все равно бросаешься Вот у меня было В воскресенье Игорь призвал К покаянию Сергея Он там Елену Гладыщук Оскорбил Прямо лезет к ней Лезет Она у нее не хочет Уже у нее плащ идет Я говорю Сергей Отойди вон туда Отошел обратно Идет рядом к ней Ну руководитель Никак лезет Один и тот же дух Зачем ты подошел? Ну ты видишь Что она не желает Даже разговаривать с тобой А ты ее поносишь Зачем? Он не может ответить Одинаковое поведение Абсолютно Ему говорят Здесь снимать не надо Подошел Схватил им аппарат сломал Тридцать тысяч заплатил Она говорит Не снимай меня Не надо Я с мужем Разведенным Живу в одной комнате А дочка моя здесь И она говорит Сказал не снимай Все равно в рот толкает Понимаешь Один к одному Сказали нет И нет Все Вопросов нету Я Вот снимать Когда я к батюшке Подхожу Заранее Говорю ему Убеждаю Архиерею Говорить не надо Потому что Все снимает И Он гость И все нормально Батюшки нет Вчера Виталий Выставляет Ролик Что он с Никитой Уже в Омске У него на квартире Видно И все заснято Я не знаю Копию можно снять Я тебя не мог Поможешь А мой даже не сказал Где будет И что И молиться Мы не знаем Ну а ты Никогда в жизни Не делал И не сделаю Ни разу Перед тем Как ехать Мы карту Растелили Вся община Участвует В этом Поехать В Америку Я два года В пяти университетах Этот вопрос Задавал Вплоть до радио Ехать Не ехать Ехать Не ехать Избило меня ехать Зоя Александра Крахмальникова В Москве Вам придется Не раз еще Общаться С ними А вы в глаза Их не видели Вы должны поехать Я поехал Молчать не можешь Идешь Что ты там говоришь Как Я сказал Ты говорила Не говорила Алла сидит Говорит Да говорила же Надежда Васильевна Что ты Сейчас не надо Махать рукой Попробуем промолчать Попробуй Я прошу тебя Умоляю Не делай это больше Не выходи Сиди Снег убираем Не ты убираешь Ты обихожина Все Бесплатные квартиры тебе За электроэнергию Не платишь За дом Не платишь А тут Дохватывает Они один Не две До десяти тысяч Высчитывают Понимаешь как Дрова не платишь Уголь не платишь Володя тебе Тебя заносит Все Ну оцени Это все Хоть немножко Еще печку Затопляет Ты одна Сжигаешь Больше Чем мы Здесь Двое Раза в три Минимум Но мы терпим Все это У меня Забота о тебе О твоей жизни Ты подвергаешь Шисть Своей опасности И что Говоришь Все бесконтрольно Этого нельзя Делать Раз с тобой Не руководишь Зачем тебе Ходить куда-то Не надо Сиди и молись Вот я сколько раз Говорил Не говори Здесь в интернете Бац Вылетло Я сразу Отхожу в сторону И говорю Она на этом не остановится Сейчас молиться Еще раз Еще раз Я просил В интернете Не вылазь Да он мне запрещает Ты под меня Подкоп делаешь Я должен тогда Прямо сказать Я ей запрещаю Пока я живой Зачем ты нарываешься На это Я тебе сказал Отдельно А теперь приходится По интернету Говорить А после этого Ты опять выходишь И опять Что-то знаешь Много Где-то С собой не умеешь Руководить Он не должен Слово не говорить Тебе ответят Не так Как ты думаешь И поэтому Одни Клощи полетят Еще раз Говорю У меня Против меня Около 250 роликов Выставленные В интернете Враги Приходится Заблокировать Я теперь не знаю Уже 1015 Дивизия Целая Полная Тебя ничего Этого нет Тебя никто Не трогает И поэтому Ты неиспытанная Ты наш Испытываешь Встречать Больше Володю Я не отпущу Запрещаю Где-либо Оставаться Если приехала Наталья Это Татьяна Тебя Она должна Тебя привезти домой С рук на руки И мне Сразу сказать Что ты Повернулась Ты меня Хорошо слышишь? Да Я спрашиваю Слышишь? Да Исполняй Давай сейчас Помолимся Вот кошка Она обижала Всех Вон там Рыжая Вон пошла А сейчас Ее кошки Зажали все Так она вот так Вот ходит Одну лапу поставит Глядит Глядит на них Вторую поставит Крадется Как тигр За добычей Ее все обижают А ты не боишься Рванулась А все Записку В замочную скважину Она прошла туда Я ключ не могу вставить Сколько раз это было? Это же ни день Ни два То есть Собовольство Печку зарядил Помнишь Сама Зарядил Только когда вернемся С занятий Тогда и затопим Согласна Вышел Обернулся Уже дым идет Уже затопило То есть Узды нет на тебе Жена Да убоится Мужа Убойся Я тебе что говорю Назвал людей Которые не послушались В потемках пошли И как им плохо было Вопросы Простите меня Христа Да я прощаю Если я тебя обидел Прости меня Молимся Заходи Заходи сюда Чтобы мы ничем Не огорчали тебя Христос Истинный Бог наш Встань рядом со мной Отойди оттуда Об косяки не опирайся Вот Падаешь Куда ты вошла Стань и упадешь Держись за меня За столб не хватайся За меня хватайся Хвала Тебя Наш Господь Делай полный поклон Чтобы рука могла Пол достать Вот так вот Вот так И вот в день Ты сделай Таких тысячу поклонов Господи Благослови нас Хвала Тебе Любящий Господь Что возвратил Сестру нашу И все преступники Негодные люди Не встретились им Хвала Тебе Счастье поклонения Отец, Сын и Святой Дух Аминь Да благословит Господь Всех нас С Богом Спасибо Христос На молитве С тобой рядом Становись всегда Не за меня держись Не опирайся за косяки Так он идет По столу Руками вот так держится А в город пошла одна Ну это город Сумки еще нагрузит с собой Вещь вообще Да я проповедовала И 20 евангелий раздала Не надо ни в ангеле Ничего По непослушанию Это никакой цены не имеет Вот так Слава Христу У нас кошечки сидят Хорошенькие Слава Христу Слава Христу